Добрый день! Всех приветствую! Ну что, вот наша первая с вами встреча на новом календарном году в 2023. Всех приветствую! Всех, конечно же, поздравляю с прошедшими многочисленными праздниками. Я надеюсь, что вы отдохнули, набрались сил и готовы к новым нашим беседам. Вот сейчас у нас через буквально пару минут появится наша презентация. И мы начнем с вами разговор. Начнем с вами разговор об Антоне Павловиче Чехове. Кто присутствовал в прошлом году на занятиях, те уже с Чеховым знакомы. Мы с вами одну беседу проводили по творчеству писателя. Разбирали с вами рассказ, который называется «Хирургия». Такой забавный достаточно рассказ, но он юмористический изначально. Вот про то, как один дичок, то есть священник деревенский, приходит к вырывать зуб, ну, лечить или вырывать зуб к фельдшеру, к врачу тоже сельскому, такого небольшого статуса. Ну, и у них там очень забавный диалог и вообще вся ситуация. Ну, конечно, то, что связано с лечением зубов, всегда вызывает некоторый трепет. Ну, и там у них происходит такое комичное взаимодействие. Так, друзья, еще раз всех приветствую, присоединяйтесь. Так, много нас? Ну, так. Могло быть и побольше. И давайте мы сейчас, несмотря на то, что в прошлом году речь о Чехове уже шла, но я вам основные вехи его биографии напомню. И мы сегодня с вами тоже почитаем один любопытный рассказ, небольшой. юмористический рассказ, называется он «Толстый и тонкий». Соня, не могу сказать, это не ко мне вопрос по поводу контрольной, именно про даты, я вот этого не знаю. Так, и обратите внимание, да, у нас с вами тема. Занятие – это одно из высказываний самого писателя Антона Павловича Чехова. Нужно уметь коротко говорить о длинных вещах. То есть, что, ну, длинные вещи, понятно, не в прямом смысле длинные вещи, типа линейки, да, а какие-то сложные, какие-то требующие, возможно, многословных объяснений вещи, там, события, ситуации, обстоятельства. Иногда, иногда нужно уметь и правда говорить о них коротко, сжато и ёмко. Вот, собственно, этим проза Чехова и отличается. Он, ну, в первую очередь, когда вот вы только знакомитесь с его творчеством, да, в таком достаточно юном возрасте, вы узнаёте, конечно, Чехова там не по его драматическим произведениям, не по пьесам и не по длинным повестям, а всё-таки по коротким рассказам. Вот у нас Чехов признанный мастер короткого рассказа, часто юмористического. Иногда его рассказы бывают далеко не юмористические, а даже трагические, печальные, задумчивые. Вот, но мы с вами сегодня будем всё-таки юмористический рассказ читать. Итак, давайте пару слов о писателе, о его биографии. Годы жизни 1860-1904, да, то есть Антон Павлович успел немного и в 20 веке пожить, но основное его творчество пришлось на вторую половину 19 века. Так, немного о детстве. Повторю ещё раз, да, кто был в прошлом году на занятии, вы, у нас биографии уже знакомы, ну, повторим, да, повторим ещё раз какие-то основные факты. Родился Антон Павлович Чехов в Таганроге. Отец его был купцом и владельцем бокалейной лавки, ну, то есть продуктовой лавки. По воспоминаниям сестры Чехова, был человек требовательный и взыскательный, и достаточно рано вот Антону Павловичу самому и его братьям пришлось помогать отцу в лавке. Вот, ну, невзирая на то, что отец его, да, вот, в основном занимался, да, торговлей, он сам был человек творческий, он играл на скрипке, он рисовал, организовал даже церковный хор, вот, и вообще образование, как таковое, он очень ценил и стремился и детей своих обучить. Вот, детей в семье было много, то есть у Чехова было четыре брата и сестра. Вот здесь такая семейная фотография, вот, Антон Павлович Чехов, вот, в середине, в светлом каком-то сюртуке. И вот все его братья и сестра, все отличались какими-то талантами, причем вот в такой сфере, скажем, гуманитарной, да, то есть старший брат тоже был писателем, брат Александр, брат Николай художником, Михаил был театральным критиком, Иван – педагогом, то есть все так вот, да, посвятили себя или творчеству, или профессиям, связанным с людьми, да, вот, то, что называется гуманитарная сфера. Сестра стала художницей, и впоследствии она создала дом-музей Чехова в Ялте, город Ялта, в Крыму, там, где Чехов проводил много времени, потому что из-за климата ему по здоровью нужно было из-за такого очень мягкого и полезного для здоровья климата жить в Крыму. Вот, в Ялте там вообще были санатории всяческие для, особенно для тех, у кого больные и легкие. Как-то вот отличался этот город тем, что там были и курорты, и санатории вот для людей с нездоровыми и легкими из-за воздуха, из-за климата. И так о своей семье говорил Чехов. Чехов талант в нас со стороны отца, то есть в нас, в детях, а душа со стороны матери. То есть, как я так говорила, что отец был человек такой достаточно строгий. И поэтому, но при этом наделенный талантами. И потому так Чехов писал, что талант со стороны отца, а душа, ну то есть вот такая доброта, мягкость характеров со стороны матери. Учился Чехов сначала в Таганроге, в мужской гимназии. И там уже, уже в гимназические годы, он увлекся литературой, театром. И я так, ну заранее скажу, что впоследствии Чехов будет писать и для театральной сцены, пьесы. Вот пьес у него достаточно много. То есть, да, продолжит вот это вот взаимодействие с театром. И есть такая история занимательная, можно сказать, байка, что один из преподавателей как раз-таки вот этой гимназии давал ученикам смешные прозвища. Вот. И Чехов он прозвал Антоша Чеханте. Чехов любил свои рассказы подписывать псевдонимами многочисленными. Да, все помним, что такое псевдоним. Это вымышленное имя, которое себе берет творческий человек. Да, и писатель, и музыкант может творить под псевдонимом. И режиссер. Вот. И этот псевдоним Антоша Чеханте, он часто появлялся вот в подписи под рассказами Чехова. И даже вот еще, учаясь в гимназии, Чехов выпускал сам вот такой самодельный рукописный журнал. Назвал его «Заика». Вот. Там и писал всякие такие сценки юмореские, и карикатуры рисовал. То есть, да, он еще и в этом, в карикатурах себя пробовал. Вот. Ну и какие-то сценки, какие-то пьески маленькие, да, писал еще тогда, еще в годы учебы. По образованию, по профессии у нас Антон Павлович медик. То есть, была у него, кроме, изначально, кроме литературной, еще и такая вот деятельность профессиональная, врачебная. Вот. Он учился в Московском университете, на медицинском университете, работал врачом, в том числе в маленьких таких населенных пунктах, в селах. Вот. Но литературная деятельность его так все больше захватывала. Вот. И он, особенно вот в первые годы творческие, ну, еще и из-за того, что нужен был заработок, он просто огромное количество писал вот этих небольших рассказов, юморесок. Юмореска – это маленький такой, да, юмористический рассказ. Фильетонов. Фильетон – это тоже такой юмористический жанр, но обычно фильетон, он более насмешливый. То есть, все-таки, если мы с вами так совсем грубо попробуем вот разницу между юмором и сатирой, да, обозначить. Вот, вы помните, мы с вами перед Новым годом наши последние занятия читали Салтыкова-Щедрина. Вот у Салтыкова-Щедрина, у него много сатиры именно. Сатира – это именно такая явная насмешка, это обличение, обличение человеческих пороков, человеческих таких явных недостатков. Юмор, он, вот если мы слово юмор возьмем, его изначальное значение, он подобродушнее. То есть, юмор – это добродушная насмешка, сатира – это такая злая насмешка, это явное высмеивание и именно обличение пороков человека. Юмор, он, скорее, над слабостями человеческими смеется, а сатира вот над сильно отрицательными чертами, над пороками. Она их обличает, то есть, она показывает, насколько эти черты плохи, и как они воздействуют на самого человека, как его душу разрушают, и на окружающих. Это я сейчас так немножко в сторону ушла про юмор и сатиру, но это важная тема. Просто вам напомнить, чтобы вы вспомнили, как у нас примерно звучала сказка Салтыкова-Щедрина про мужика и двух генералов, когда он, писатель Салтыков-Щедрин, он явно высмеивает весьма так жестоко и обличает вот это невежество, полную беспомощность генералов, при том, что они еще и уверены в своей важности, они уверены в том, что им мужик, крестьянин, простой человек, должен во всем услужить, он еще их и спас с этого необитаемого острова. И помните, там был такой эпизод, я обращала ваше внимание старательно на это, что мужик, они его просят сплести себе веревку, он сам себе плетет веревку, они его этой веревкой привязывают к дереву, чтобы не убежал, куда он на необитаемом острове может убежать. Но вот здесь мы видим прямо такое явное, горькое обличение и вот этой генеральской деспотичности, они хотят человека поработить, чтобы он во всем им слушался и подчинялся. И в то же время сам вот этот простой мужик, он никак не протестует, никак не бунтует, он сам себе плетет веревку. Да, вот Абду Малик пишет, что помнит. Отлично. То есть еще раз, да, такая весьма жестокая насмешка в сатире. Вот. Чехов же поначалу так специализируется, можно сказать, на юморе, на более таком добродушном высмеивании. И как я вам уже говорила, да, юмор, он скорее высмеивает человеческие слабости. То есть не то, что прям пороки, какие-то черты сугубо отрицательные, а именно слабости. Но мы с вами, тот рассказ, который будем читать, там все-таки есть и сатирические моменты, ну, сейчас почитаем и разберем. Ну и вот, как я вам говорила, да, Чехов печатается в различных московских и петербургских юмористических журналах. Ну и для примера, тут обложки вот этих вот старых дореволюционных журналов. Вполне возможно, что вы в связи с другими писателями, ну и в связи с тем же Чеховым, еще эти названия услышите. Вот они в свое время были весьма, ну, такие очень распространенные. Будильник, стрекоза, осколки. Тут не очень название видно, оно так написано, да, заковыристо. И журнал «Зритель». Вот такие вот обложки. Да, сразу по обложкам видно, что это журналы, ну, литературные, юмористические, и что здесь явно печатаются там не какие-то актуальные новости, да, вот, а что-то такое вот на злобу дня. Кстати говоря, тоже такое выражение «на злобу дня». Возможно, я его прежде использовала и на всякий случай вам напомню. «На злобу дня» – это значит об актуальных проблемах, вот современных. То есть писать «на злобу дня» – это писать об актуальных современных проблемах. То есть здесь слово «злоба» не воспринимайте его буквально, да, «на злобу дня» или там что-то злободневное. Это значит, когда писатель так вот обращает внимание, да, делает акцент на современных проблемах. Вот. Ну, и ещё так вам из интересной информации псевдонимы Чехова, да, какие у него были всякие разные актрисы, Акакий Тарантулов, Антоша Чеханте, вот о котором уже шла речь, Макар Балдастов, брат моего брата, такой, да, остроумный псевдоним, «врач без пациентов», но здесь, конечно же, да, отсылка к профессии Чехова, да, врачебной. «Крапива» тоже это такой псевдоним говорящий, да, потому что «крапива» она жалит, ну, жжётся, жалится, да, и также и писатель своим слогом, да, может кого-то ужалить в переносном смысле, может кого-то задеть. «Паразаический поэт» тоже интересная такая, такой парадоксальный псевдоним, то есть мы можем его буквально воспринять, да, «прозаический поэт» такое, как будто сочетание несочетаемого, а с другой стороны слова, слова поэзии и прозы можно в переносном смысле воспринимать, да, то есть проза как что-то такое вот бытовое и обыденное, есть такое выражение «проза жизни», какие-то вот бытовые, обыденные вещи, такие невозвышенные, не отвлеченные, вот. Ну а по поэзия жизни, например, да, такое есть выражение, это как раз-таки что-то в жизни возвышенное духовное. И у нас получается, что прозаический поэт – это возможно, не поэт в прямом смысле, да, не тот, кто стихи пишет, а тот, кто как-то возвышенно, да, пишет, точнее нет, он может таким простым языком, да, вот языком обыденным написать о чём-то возвышенном, о чём-то духовном, вот, заставить нас задуматься о каких-то вечных вопросах. То есть это вообще очень такой глубокая, глубокая придумка, вот, глубокий псевдоним, прозаический поэт. Ну, «Человек без селезёнки» тоже, конечно же, нас отсылает к врачебному делу, вот, ну, «Шампанский» тоже, как можно здесь такую ассоциацию представить, да, «Шампанское» оно же, да, вот, игристое, пузыристое, и также и сам, да, там, слог писателя, да, или мысли писателя тоже так, искрятся, пузырятся. Так, ну, и я вам говорила, да, что в основном в жанре короткого рассказа работал Чехов, и вот мы видим, сколько он выпустил сборников рассказов, да, и как часто они выходили, вот, обратите внимание на даты, да, сказки Мельпомены, потом через два года пёстрые рассказы, потом в следующем году целых два сборника в «Сумерках невинной речи», потом, и потом через два года сборник детвора, потом в следующем году «Хмурые люди», и потом через три года «Палата номер шесть». Вот, то есть, нам много рассказов, много сборников. Так, ну и, друзья, давайте мы сейчас начнём с вами читать рассказ такой очень плотный, насыщенный деталями. Тут будут встречаться, я думаю, незнакомые слова. Я даже такой словарик сделала. Сейчас он у меня в конце, или... Ну, давайте мы сейчас сначала посмотрим вот на некоторые слова словарика, потом начнём читать, потом, если надо, к нему вернёмся. Ещё раз, да, так как у Чехова было очень многое написано именно на злобу дня, то, что касалось современных ему проблем, и, конечно же, с упоминаниями реалий тех времён, то поэтому мы с вами встретим очень много бытовых подробностей, бытовых деталей. Это название чинов, да, чинов и званий у персонажей, да, потому что у нас не мог быть вот просто человек, непонятно какой, там, без роду, без племени, то есть, если он не бородяга какой-то, то, и если это, там, не крестьянин, не купец, не священник, там, не военный человек, а тот, который находится на гражданской службе, то есть, обычный чиновник, у него должен быть какой-то чин, вот, и, соответственно, чинов было достаточно много, и они имели разные такие, ну, разный статус, да, то есть, были чины пониже, были чины повыше, соответственно, люди с высокими чинами были очень, так, почитаемы, да, часто не из-за своих, там, каких-то невероятных умственных способностей, да, или достижений на службе, а именно потому, что у человека есть большой чин, значит, скорее всего, он богат и имеет власть определенную, вот. Да, я говорила про всякие детали и подробности, ими, конечно, насыщена рассказа Чехова, то есть, много тогдашнего быта, да, вот этой второй половины 19 века, мы из его рассказов узнаем. Ну и давайте вот сейчас посмотрим, повторю, я к ним еще вернусь, если надо будет. Значит, что нам нужно для рассказа? Коллежский асессор, да, такое сложное, достаточно, словосочетание, это вот как раз-таки один из гражданских чинов в дореволюционной России. Не сказать, что этот чин очень маленький, но и не сильно высокий, так, где-то в серединке, потому что, чтобы его достичь, нужно было сдать соответствующий экзамен, то есть, как-то вот получить право его ношения. Значит, смотрите, дальше вот про орден, друзья, здесь обращаю ваше внимание, что ордена, опять же, в Российской империи, они были не только военные, то есть, когда вы видите слово орден, где-нибудь там в рассказе, в литературе, не всегда это военная награда, потому что ордена еще давали за гражданскую службу, то есть, чиновникам, вот, и орден Святого Станислава, это самый младший из этих орденов. Вот, ну, еще тут важные слова, департамент, это государственное учреждение, какое-либо, где занимались документами, какими-то государственными, такой государственной бюрократией, да, сейчас у нас для этого есть всякие многофункциональные центры, тогда были, ну, или там отделы, или какие-то офисы, конторы, да, тогда были департаменты. Значит, столоначальник, да, это не связано со столом, вот, столом таким, мебельным, да, это начальник отдела, начальник отдела. Ханифа, литература у нас, Марк, ну, кто такие чиновники? Это люди, которые занимаются, которые находятся на государственной службе, да, и занимаются вот всеми такими организационными вещами, связанными с вообще работой, функционированием страны, государства, то есть чиновники, это те, кто занимаются, например, транспортом, там, казной, да, зарплатами, это те, вот, кто отвечают за разные отрасли, вот, от слова чин, тот, у кого есть чин, какое-то звание, вот, тайный советник, это один из высших чинов, вот, в дореволюционной России, он присваивался министрам, академикам, ректорам, губернаторам, то есть, такой, очень, весьма серьезный, вот, и еще такое выражение, две звезды имею, ну, тоже, под словом звезда подразумевался орден, то есть, у нас один из персонажей награжден высшими степенями орденов святого Станислава и святой Анны, это ордена тоже, вот, эти гражданские, да, для гражданской службы, ну, давались тем, кто был на гражданской службе. Так, понимаю, что сейчас много информации, все такое очень новое и, да, бытовое, привязанное к эпохе, вот, ну, давайте сейчас сам текст почитаем, там эти слова встретим, еще раз их повторим, да, уже из контекста их значения, надеюсь, будет более понятно. Итак, на вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля, один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флерд-оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена и высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын. То есть, да, такая бытовая сценка, очень кратко, но при этом емко описанная, да, мы понимаем, что вот эти два встретившихся приятеля даже уже по их описанию внешности и того, как они себя ведут, становится понятно, что они все-таки хоть и там встретились в одном месте, да, значит, на вокзале, но явно обладают разными статусами, да, толстый пообедал комфортно на вокзале где-то, да, чем-то таким дорогим, пахло от него хересом, херес – это алкогольный напиток, вот, тонкий, да, то есть, тонкий явно вот обременен семьей, да, у него жена и сын, и он выходит навьюченный всякими там узлами и картонками. Порфирий воскликнул толстый, увидев тонкого, ты ли это, голубчик мой, сколько зим, сколько лет? Батюшке изумился тонкий, Миша, друг детства, откуда ты взялся? Приятели троекратно облобызались, то есть, расцеловались, и устремили друг на друга глаза, полные слезы, оба были приятно ошеломлены, ну, то есть, удивлены. Милый мой, начал тонкий после лобызания, вот не ожидал, вот сюрприз, ну, да погляди же на меня хорошенько, такой же красавец, как и был, такой же душонок и щеголь, ах ты, господи, ну, что ж, ты богат, женат, я уже женат, как видишь, это вот моя жена Луиза, урожденная в Анцинбах, лютеранка, а это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса, это Нафаня, друг моего детства, в гимназии вместе учились. Нафанаил немного подумал и снял шапку. Ну, вот мы с вами видим, да, радостную, да, путанную речь этого тонкого, да, он восклицает постоянно, он так достаточно многословен, начинает расспрашивать своего приятеля, там, ну, что же, ты богат, женат, представляет свою жену, вот, она, да, урожденная в Анцинбах, то есть, какая-нибудь немка, наверное, поясняет, что она лютеранка, вот, и сын. Да, ну, ученик третьего класса, это не как современного третьего класса, да, когда включается лет десять ученику, а это гимназический третий класс, то есть, он уже даже на картинке видно, да, что он такой достаточно подросток. И, да, не не останавливается наш тонкий вот этот порфирий, продолжает восклицать. в гимназии вместе учились, то есть, вот с этим толстым, персонажем, с этим нишей, они вместе учились. Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили гиростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня эфиальтом за то, что я обедничать любил. Хо-хо, детьми были, не бойся, нафаня, подойди к нему поближе, а это моя жена, урожденная Ван Ценбах, лютеранка. Ну, мы видим, что несколько суетлив наш персонаж, да, он даже два раза рассказывает про жену, да, упоминает, что она лютеранка. давайте немножко разберемся, в чем здесь комизм речей вот этого вот Порфирия, да, он говорит, помнишь, как тебя дразнили, тебя дразнили гиростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, вот, в чем здесь в чем здесь юмор, дело в том, что гирострат это персонаж античной истории есть такая древнегреческая, есть такая легенда, что гирострат, чтобы его имя вошло в историю, сжег храм. И после этого такое появилось выражение гирострат этого слава, то есть это слава, ну, такая вот, сказать, не за подвиги, да, не за что-то великое, которое к человеку приходит, а из-за поступка такого позорного, да, из-за поступка бесчестного, без честного, без честного не делает это человек, это о человеке ничего хорошего не говорит. Вот, и здесь получается, да, что его дразнили гиростратом за то, что он прожег папироской казенную, ну, то есть принадлежащую школе книжку. Вот, получается, да, что на самом деле тогда он не сделал ничего такого ужасного, да, книжку прожег папиросой. Тоже, конечно, ничего хорошего, вот, но получается, что его дразнили, да, таким вот именем из античной, из древнегреческой истории, мифологии, вот, за такой, ну, поступок весьма малого масштаба. И точно так же, как самого этого тонкого, да, дразнили Эфиальтом. Это тоже персонаж античной истории, который во время во время греко-персидского одного сражения показал, как бы, провел часть персидского войска в тыл спартанцам, то есть, по сути, да, осуществил измену. И вот его тоже называли Эфиальтом за то, что любил ябедничать. Вот. Афанаил немного подумал, спрятался за спину отца. Ну, как живешь, друг, спросил толстый, восторжен, глядя на друга. Служишь, где дослужился. Ну, вот он спрашивает про именно вот эту государственную гражданскую службу. И вот наш тонкий начинает рассказывать про себя. Служу, милый мой, коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Ну, вот как раз-таки, да, то, что у нас было в словарике, коллежский асессор, да, это вот гражданский чин, такой средненький, как я вам говорила. И Станислав это вот этот орден, самый такой маленький орден из существующих гражданских орденов. Жалование плохое, ну да бог с ним. Да, то есть жалуется на свое, все-таки, невысокое, значит, на невысокое жалование. Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю, отличные портсигары, по рублю за штуку продаю. Если кто берет 10 штук и более, тому, понимаешь, уступка. Ну, мы понимаем, что не богато весьма живет этот чиновник, да, жена у него дает уроки музыки, а он сам еще из дерева делает портсигары. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен, стал начальником по тому же ведомству. Ну, то есть, вот он служил в департаменте, а теперь он начальником отдела переведен вот в другое место. Здесь буду служить, ну, а ты как-нибудь уже статский, а он имеет в виду статский советник, то есть, да, чин, который повыше его собственного. Нет, милый мой, поднимай повыше, сказал Толстый. Я уже до тайного заслужился, две звезды имею. И вот как раз Толстый признается, что он еще выше чином, да, что чин у него серьезный, вот как я вам показывала, да, что один из высших чинов, который присваивался министром, академиком, ректором университетов, ну, то есть, серьезный. И у него два, вот, ордена высшей степени, две звезды имею. То есть, ордена были в виде звезд, поэтому он говорит, две звезды. И вот, смотрите, как меняется наш Тонкий в одночасье. Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорвился, сузился. Его чемоданы, узлы, картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Анафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира. Я, ваше превосходительство, очень приятно с друг, можно сказать, детства, и вдруг вышли в такие вельможи, с хихис, но полно поморщился толстый. Для чего этот Тон? Мы с тобой друзья детства. И к чему тут это чинопочитание? Меняется резко наш Порфирий, вот этот тонкий персонаж. то есть он понимает, что друг детства его обладает очень высоким чином, и вот он сначала побледнел, окаменел, потом расплылся в широчайшей улыбке, даже его сын на фанаил, вытягивается и застегивает мундир, то есть чтобы как-то выглядеть более так собранно. И тонкий тут же начинает толстого называть, обратите внимание, не на ты, без вот этих таких дружеских фамильярностей, которые он себе позволял. Вот, да, там тот же стал вспоминать детство, стал вспоминать гимназию, как там, кого называли, какие прозвища давали. Вот, он тут же обращается к толстому по званию соответствующему, говорит, ваше превосходительство, да, это обращение связанное именно со званием, с чином, то есть кого попало, ваше превосходительство не называли. И начинает говорить, вот, наверное, видите, да, он прибавляет с к последним словам, это такое сокращение от слова сударь, чтобы вот слово сударь не произносить, часто какие-нибудь особенно там лакеи, слуги, они вот говорили там пожалуйста с, да с, и так далее. И вот это с, когда увидите на конце фраз, то обычно она говорит о таком подобострасти человека, использующего ее, то есть он либо очень-очень вежлив, либо хочет как-то выслужиться, показать свое почтение. То есть это не всегда плохо, я не про это, иногда это означает такую прям черезверную вежливость. И мы видим, как наш тонкий начинает эту с прибавлять в каждом предложении, даже хихис, как будто бы он смеется, да, и тоже эту с прибавляет. Вот, мы видим, что толстому это не очень приятно, да, он не совсем от старого приятеля не хочет такого подобострастия, говорит, для чего этот тон, зачем это чинопочитание, он прямо в открытую произносит да, чинопочитание, такое вот чрезмерное чрезмерное уважение перед чином, да, невзирая на то, какой на самом деле перед тобой человек по своим заслугам. Вот, и как реагирует тонкий? Помилуйте, что вы захихикал тонкий, еще более съеживаясь. Милостивое внимание вашего превосходительства, вроде как бы живительной влаги, это вот ваше превосходительство сын мой Нафанаил, жена Луиза Лютеранко некоторым образом. Вот, и мы видим, как тонкий персонаж, да, он начинает листить толстому так, как бы он, листил, наверное, другому человеку, обладающим высоким чином, да, милостивое внимание вашего превосходительства, вроде как бы живительной влаги, вот, и опять представляет ему жену, опять представляет ему сына, да, что говорит о его такой растерянности и желании вот эту неловкую повисшую тишину вот этими словами так забить, заполнить. Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. На всякий случай, друзья, не в прямом смысле стошнило, да, это имеется в виду, что ему тошно стало, тошно, неприятно, так досадно, вот, не воспринимайте это в прямом значении. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощание руку. Ну, здесь все авторскими словами сказано, да, что хотел было еще наш толстый персонаж как-то возразить, как-то угомонить, утихомирить своего приятеля, вот, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, то есть такого вот подобострастия, восхищения, да, он снизу вверх смотрел на своего приятеля. Вот, что стало тошно, стало неприятно этому толстому, тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал как китаец, хи-хи-хи. Пожал три пальца, тоже обратите внимание, это тоже такое выражение своего подобострастия, то есть он не осмелился пожать руку целиком, ладонь целиком, а пожал только три пальца, то есть это как вот это эспор, которую я вам говорила, как будто бы человек считает себя не в праве пожать обладателю высокого чина всю ладонь и жмет ему только три пальца. Жена улыбнулась, Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. У Нафанаила здесь такая явно комичная роль вообще во всей этой сценке, комичный образ, то есть такой молчаливый гимназист, который молчаливый, неловкий, не знает, что сказать, стоит так за спиной у отца, когда узнает, что это человек очень высокого чина, то он застегивает мундирчик и вытягивается, а в конце даже уронил фуражку от неловкости. Все трое были приятно ошеломлены. Обратите внимание, эту фразу мы уже встречали, когда читали текст. Это было в самом начале, когда только-только встречаются на вокзале приятели вот здесь. Оба были приятно ошеломлены. И в конце эта фраза уже принимает такой ироничный оттенок, то есть если в прошлый раз появление фразы оба приятеля были приятно ошеломлены, то тут все трое были приятно ошеломлены, то есть вся семья этого Порфирия были ошеломлены. Ну а то, что приятно, это, понятно, дело ирония. Они все-таки не ожидали того, что этот приятель окажется таким важным чиновником и теперь делают вид, что невероятно этому рады. То есть какие мы с вами видим здесь насмешку над какими человеческими качествами мы здесь видим, над чинопочитанием, то есть когда человек видит, что перед ним другой обладает высоким таким солидным чином, он тут же начинает вести себя в соответствии с очень гипертрофированными, искаженными представлениями о вежливости и о почтении. То есть это его почтение доходит до комичного, то есть нам и нам и этому толстому неприятно наблюдать за тем, как человек теряет лицо, как он начинает лебезить, заискивать. есть хорошее слово заискивать, всячески выказывать свое почтение. И такая уразительная перемена, которая происходит в тонком, она, конечно же, досадна, она неприятна и его приятелю толстому, но и нам, читателям. То есть мы видим, как человек мгновенно переключается. Только что был старый приятель, с которым он так свободно даже фамильярно общался, а как только узнал о чине, тут же перешел на другую манеру, стал называть его ваше превосходительство, как будто они знакомы не были, и всеми силами выказывать свое почтение. вот такой рассказ мы с вами почитали, друзья. Еще раз напоминаю, что Антон Павлович Чехов в первую очередь мастер юмористического рассказа, ну и вообще короткого такого емкого рассказа, не только юмористического, на разные темы писал Чехов, но мы с вами познакомились с таким образцом того, как он высмеивал человеческие пороки и такие досадные черты, которые, конечно, требуют обратить на них внимание и требуют исправления, требуют того, чтобы человек с этим боролся. Ну вот, друзья, я вас на сегодня тогда оставляю, отпускаю. Всем всего доброго, спасибо за внимание, спасибо, что были здесь на нашем первом занятии в этом году. и до новых встреч, увидимся уже, как и прежде, на следующей неделе в нашем обычном режиме. Вот, до свидания, всего доброго. поздравляем, до новых джазу, до новых